Здравствуйте, уважаемые садоводы! Чтобы свекла получилась крупная и сладкая, необходимо проводить регулярные подкормки. И в каждый месяц нужны свои элементы для роста. Только не надо писать в комментариях, что на юге свекла уже поспела. Представьте себе, у нас страна огромная и на севере и в средней полосе, свеклу будет не лишним подкормить в это время. Итак, чем же мы будем подкармливать? В этот период мы подкармливаем нашу культуру фосфорными и калийными удобрениями. Полностью исключаем азот из подкормки. За 15 дней нужно прекратить все подкормки и полив свеклы. Поэтому в начале августа вносим последнюю подкормку. В 10 литрах воды разводим 1 стакан золы и 1 чайную ложку соли. Размешиваем и поливаем 1 квадратный метр посадок. После этого обязательно рыхлим землю и производим обильный полив. Зола насытит растение калием и он быстро усвоится. Такая подкормка и обильный полив смогут обеспечить корнеплод всем необходимым. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео, там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!